Для кого-то знание свет, а кому все это до лампочки? Привет! Это научно-развлекательное шоу про свет. Я думаю, сегодняшняя программа будет одинаково интересна как подросткам, так и взрослым, потому что темой выпуска станут отходы. Вы скривились и пристали что-то дурно пахнущее и текучее? Мы в этой программе постараемся развеять представление о мусоре как о чем-то неприятном. Ведь при правильном подходе он превращается во вторичное сырье, пригодное к дальнейшей переработке. Забыл сказать, что это специальный выпуск, записанный после экологической акции по сбору мусора «Оберегай». Я буду находиться в студии, а дети будут отвечать на вопросы, сидя на поляне лагеря «Юный турист» в Архызе. Давайте с ними скорее познакомимся. Меня зовут Эйзик, мне 14 лет, учусь я в городе Черкесской, школа номер 8. Люблю я есть и играть в футбол. Меня зовут Арина, мне 12 лет, я учусь в 18-й гимназии, люблю плести из бисера и рисовать. Пока участников не затекли ноги, объясню простые правила. Я буду задавать вопрос, предлагать три варианта ответа, но их можно не дожидаться и отвечать сразу. Но тогда велика вероятность перехода хода и потери призового балла. А можно сначала нажать, а потом вы озвучите ответ? Ой, ты хочешь всех обмануть, да? Да. Хитрюка. У кого из ребят самый светлый ум, хорошая интуиция и быстрая реакция? Давайте сделаем вкл и сейчас все узнаем. Начинаем игру про свет. Чем отходы отличаются от мусора? Я первая была. Да. Ну, в общем, мусор отличается тем, что это как бы... Так-так-так-так. Ну, от отходов тем, что как бы отходы – это либо то, что уже остатки еды, допустим, или то, что никак нельзя переработать, а мусор – это то, что можно переработать и дать ему вторую жизнь. Жители города привыкли называть мусором все, что им не нужно. И, соответственно, то, что они могут выбросить в мусорное ведро. Порвались джинсы – они превратились в мусор. Остатки от приготовления еды – тоже мусор. Севшая батарейка в пульте телевизора, банка от газировки – тоже мусор. Все это выбрасывается в ведро, а затем попадает на свалки – один из главных источников загрязнения окружающей среды. Важно знать термины и разделять понятия отходы и мусор. По статистике, 75% того, что находится в мусорном ведре, мусором не является. В чем же разница? Отходы – это все, что еще может получить вторую жизнь. Мусор свое уже отжил. Дарина запуталась в терминах, но была права по сути. Так, один балл тебе, едем дальше. Молодец. Я сейчас вам картинку покажу. Если на изделии вы обнаружили такой знак треугольника, как вы думаете, маркировка и что он обозначает? Варианты ответа. Этот треугольник означает, что дата производства продукта, срок годности или маркировка пластика для переработки? Маркировка пластика для переработки. Мне кажется, это обозначает то, что это нужно будет потом сдать, чтобы это можно было переработать. Не просто так выбрасывать на улице, а желательно сдать. Опять Дарина была первая и опять почти правильный ответ. Треугольник из трех стрелок – знак вторичной переработки сырья. Три стрелки означают замкнутый цикл, создание, применение, утилизация. То есть эта вещь пригодна для последующей переработки. Цифры и буквы – это маркировка пластика, которая указывает на разные его виды. Если вы начали или планируете сортировать отходы, стоит разобраться, что можно сдавать в вашем городе на переработку, а что нет. Подсказку для жителей Черкеска я оставлю по ссылке в описании этого ролика. Разобраться будет легко. Я очень надеюсь, что не только участники нашей программы, но и зрители начнут проверять на продуктах не только срок годности, но и пригодность упаковки к дальнейшей переработке. Сколько раз можно отправлять стекло на переработку? А что ты, Дарина? Его ломают, потом обратно переплавляют и потом обратно делают еще. И так, мне кажется, делать много раз. Один, пять или бесконечно? Бесконечно. Правильный ответ? Пять. Бесконечно. А, да? Эдик, не удивляйся, у Дарины опять верный ответ. Нет, стекло – это один из немногих материалов, которые не разлагаются в природной среде. Поэтому вторичное использование отходов стекла – это не только способ снижения производственных затрат, но и эффективный вклад в дело защиты экологии родного края. Стекло – это материал, который можно перерабатывать бесконечно. Три балла Дарина, ноль баллов пока Эдик. Чего молчи так же? Он просто хочет сделать тебе подарок. Сколько килограммов макулатуры, сданной на переработку, сохраняют одно вырубленное дерево? А какие варианты ответа? Ну, так ты уже тюкнула, не дождавшись варианта ответов, и начала рассуждать. Теперь варианты ответов звучат для Эдика. 10, 70 или 210? А я хотела... 70. 70 килограмм переработанной макулатуры позволит получить столько же сырья, сколько одно дерево средних размеров. Я угадал? Да. Один балл тебе, наконец, счет 3-1. Клупай. Вот. Первый правильный ответ от Эдика про спасение деревьев. Кажется, ему подсказала сосна, под которой он так удобно расположился. Переработка тонны бумаги позволяет сохранить 17 деревьев, 26 тысяч литров воды, 3 кубометра земли, 240 литров горючего. В России пока большее количество бумаги и картона попадает в мусорные контейнеры, а потом на свалки. Но мы в силах все изменить. Ну, Дарина и Эдик точно готовы. Полиэтиленовый пакет живет один час, а разлагается в природе именно столько времени. 3, 30 или 300 лет. Мне кажется, что довольно-таки много потом. Ну, примерно, давай. Примерно. 30, хотя, возможно, и больше. Возможно, и больше. 300. 300 лет полиэтиленовый пакет разлагается в природе. 300 лет. Полиэтилен в окружающей среде разлагается очень долго, несколько сотен лет, в зависимости от толщины пленки и условий захоронения. А предметы из пластика могут сохраняться до миллиона лет. Если у вас дома есть пакет с пакетами, то пришло время это менять. В конце шоу я подарю победителю вот такой вот многоразовый шоппер, который он сможет заменить десятки или сотни пакетов, при условии, если победитель не будет забывать его дома. Молодец, Эдик понял, что 30 лет для пакета – это только начало его жизни. То, что мы с вами сегодня собирали пакеты, это очень круто. Молодцы, ребята. Три-два. Закройте уши. Дети, закройте уши, это для взрослых. Тебе зачем закрывать? Вы, наверное, все ходили в туалет? Да. Дома? Да. У вас как туалет выглядит? Унитаз. Унитаз, красивый, белый, да? Биде или биде? Биде даже? Бизе? Биде. Крышка. Какое устройство в туалете позволяет сэкономить до 10 тысяч литров воды в год? Туалетная бумага? Что? Вы когда сходили в туалет, вы что делаете? Нажимаете? Смых. Иногда не нажимаете, мама ругается, да? Всегда нажимаете. А давайте узнаем, какое устройство может сэкономить до 10 тысяч литров. Вы прикиньте, 10 тысяч литров воды. Теплый коврик у ног, мягкий, приятный стульчак или вторая кнопка на унитазе? Второй вариант. Какой? Сейчас я забыл название. Мягкий стульчак? Вторая кнопка. А что вторая кнопка на унитазе делает? Поразмышляй. Знаете, ребята? Вторая кнопка на унитазе, что делает? То, что это не ёршик и не туалетная бумага, а вторая кнопка, правильно догадалась Дарина. Но вот в чём её смысл и как работает хитрый двухкнопочный бачок, ей помогла разобраться её подружка. Тебя как зовут? Кира. Кира, расскажи, вторая кнопка на унитазе для чего служит? Она меньше, она подаёт меньше воды. В бачке 8 литров воды. Если нажать на одну кнопку, то сливается ровно половина. Каждый раз вы экономите за одно нажатие 4 литра воды. Представляете, какая штука? Так я правильно ответила? Ты правильно ответила. Ну, теперь 4 балла. Тебе 4 балла, но теперь должна сказать родителям. Мне нужен унитаз на день рождения со второй кнопкой. Подарите мне классный бачок с двумя кнопками. Обещаешь так сказать? Наверное. Ты же про экологию. Ну, значит, да. Значит, обещаешь. Спасибо, Кира. Урок математики. Семья из 4-х человек пользуется унитазом в лайт-режиме 2 раза в день, смывая при этом по 4 литра воды вместо 8. И всё это на протяжении 365 дней. Объём сэкономленной воды получается больше 10 тысяч литров. Не ожидали? У кого велосипед есть из вас? У меня. У меня. Мне кажется, практически все. У тебя? Пока нет. У меня есть. Ну, я сейчас тебе подскажу, как его сделать. Сколько алюминиевых банок надо в среднем переработать, чтобы сделать велосипед? Варианты ответа. 201, 657 и 2347. 2657 или как-то там. Я забыла, какое было, но мне кажется, что... 200, 657 и 2657. И правильный ответ, да? Да, 657. Дарина, видимо, не раз поднимала свой велосипед на этаж, поэтому точно определила число банок, нужных для его изготовления. Вес обычной банки из-под напитка составляет около 14 граммов, а рама современного горного велосипеда весит около 9,5 килограмм. И вооружившись калькулятором, каждый из зрителей может сделать подсчёт. Чтобы изготовить раму велосипеда, понадобится два завода по переработке и литью алюминия и порядка 657 банок. А здесь по дороге мы даже больше нашли с вами. 5-2. Сегодня подошёл ко мне мальчик, даёт батарейку и говорит, а её можно переработать? Молодец, мальчик. Прикольный, прикольный вопрос про батарейки. Использованные батарейки – это не просто мусор, это очень опасный мусор. На нём специальный знак стоит. Если его просто захоронить, то он загрязнит вокруг себя почву. Какую площадь загрязнит одна использованная батарейка? Вариант ответа. 1 квадратный метр, 20 квадратных метров и 100 квадратных метров. 100 квадратных метров. Дарина отвечает. 100 квадратных. Твой вариант ответа? 20. Правильно, ответ 20 квадратных метров и до 400 литров грунтовых вод. Эти подсчёты достаточно старые, но их пока принято брать за основу. Токсичных веществ в современных батарейках уже нет, но в них содержатся соли тяжёлых металлов и графит. С 2021 года по решению руководства Министерства природных ресурсов и экологии Карачаевой Черкесии во всех, без исключения муниципальных районах и городских округах Карача Черкесской Республики установлены контейнеры для сбора использованных батарейок с целью последующей их утилизации. Их адреса легко найти, сделав соответствующие поисковые запросы в интернете. Есть такой вид бумаги, который уже нельзя перерабатывать. Как вы думаете, что это? Уже точно в переработку не возьмут? Нет, это не бумага. Салфетки и, допустим, упаковку для яиц. Туалетная бумага? Салфетки, туалетную бумагу и упаковку для яиц уже нельзя переработать. Это уже она сделана из материалов. Очень сильно переработанная бумага. Сколько раз можно перерабатывать макулатуру до того, как целлюлозное волокно совсем истончится? Один-два раза, четыре-пять раз и десять-пятнадцать раз. Четыре-пять. Десять. Десять. Ты говоришь десять, да? Дарина говорит четыре-пять. Правильно ответить, четыре-пять раз. Ура, я выиграл. Всего высококачественная макулатура, например, офисная бумага, может быть переработана до пяти раз. На последней стадии из нее можно сделать только изделия из папье-маше. Например, те же самые яичные лотки или шпули для пряжи. Теперь про экономию. Последний вопрос про экономию. Вы понимаете, чтобы сделать бутылку, нужно затратить на заводе много энергии. А если мы эту бутылку обратно вернем на переработку, то мы эту энергию сэкономим. Сдавая в переработку одну стеклянную бутылку, как сегодня мы делали, вы экономите электроэнергию. Сколько хватит этой электроэнергии для горения 100-ваттной лампочки? Тридцать минут, два часа или четыре часа? Два часа. Дарина? Ну, короче, третий вариант ответа. Четыре часа. А, четыре часа, да. Правильный ответ – четыре часа. В среднем стеклянной бутылкой пользуются не больше десяти минут, а потом ее ждет незавидная судьба, если она не попадет в пункт приема стеклотары или вторсырья. Переработка тонны стекла сохраняет три тонны воды, 1,2 мегаватта в час электроэнергии и предотвращает выбросы 180 килограммов углекислого газа. Из старого стекла изготавливают новые стеклянные изделия, но на это потребуется меньше электроэнергии, чем для изготовления того же изделия из первичного сырья. Когда вы сдаете материалы на повторную переработку, вы не только им вторую жизнь даете, но и рационально используете энергию. Спасибо вам, ребята. Это была крутая игра. Я выиграла шопер. О, мне подарок будет? Конечно. Вот тебе книга про электроэнергию, как все работает, как работают наши гидроэлектростанции. Мне еще одна книга есть. Из руку надо майку передать. А, Дарина, получаешь свой шопер эксклюзивный, который сделан для нашего мероприятия в количестве 15 штук всего. Книга классная, посмотри, как она сделана. Это компания «Русгидро» изготавливает такие книги и детям их передает, чтобы они... Как по мне, книга лучше. Как по мне, да. Ребят, поздравляю вас. Я надеюсь, понравилась эта викторинка. Да. Интересно было? Да. Не скучно? Нет. Если бы шопера не было, вряд бы их было участвовать. Экологию можно щупать. Это не просто стихия, это не просто надо выкидывать мусор. Вы каждым можете стать намного экологичнее. Ура, обед! Кушать! Увидимся в следующем месяце с новыми вопросами и новыми участниками программы «Просвет». Пока! Приятно было иметь с вами дело. До свидания, я Кушать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!